Привет, любители Москвы! Вы смотрите передачу Небо Москвы с обзором звездного неба, видимого невооруженным глазом в наступившем августе месяце. Ну и сейчас у нас Луны уже фактически не видно, потому что 4 августа будет новолуние. Поэтому сегодня уже можно даже ее не искать, ну и тем более в ближайшие дни тоже. Только лишь где-то 6 августа в виде тонкого серпика она снова появится, ну и дальше будет уже наоборот расти. И 19 августа наступит полнолуние, ну а потом через какое-то время, денек-другой, она уже начнет постепенно уменьшаться. И следующая новолуния будет уже в начале сентября. Ну а основным событием на звездном небе августа ожидается звездопад. Персииды, который называется. Надо сказать, что Персииды это самый мощный метеорный поток, который вообще можно наблюдать на звездном небе, как летнем, так и вообще в течение всего года. Вот. Ну и вот приходится он именно на август месяц. Но вообще надо сказать, что в августе месяце наблюдения за звездами, пожалуй, одни из наиболее благоприятных. Вот август и немножко еще сентябрь. Но все-таки, знаете, в сентябре-то там бывает еще довольно-таки холодно уже, особенно по ночам, да и днем тоже. А вот в августе тут как раз картина самая, пожалуй, благоприятная, когда и ночи все-таки относительно еще теплые, да? Ну не всегда, но в целом. Ну и днем еще тепло, иногда даже жарко бывает в августе. Поэтому тут вот такая получается смесь. Поэтому в августе, вообще говоря, одно из самых лучших периодов для наблюдения за звездами. Поэтому, в принципе, этот метеорный поток Персиды, который порожден кометой Свифта-Туфля, туфля, которая вот постоянно возвращается к нам в Солнечную систему, фактически каждый год, да, это происходит ежегодно, вот как раз в августе месяца. И вот можно будет наблюдать, попробовать наблюдать эти метеоры. В принципе, поток виден уже сейчас, на самом деле, потому что его видно примерно месяц, то есть середина июля и почти до конца августа. Но сейчас он совсем слабенький, а вот максимальный у него такой вот именно, так сказать, максимум этого потока, да, он вообще говоря приходится на 15-18 августа, вот на эти дни. То есть, грубо говоря, самая середина августа, вот на эти дни, когда, в принципе, может даже выпасть до 150 метеоров. Там даже максимально где-то до 200, но это очень редкие годы, очень как уникально. А в принципе, ну где-то вот, в принципе, 120-150 метеоров бывает. И при этом Луна как раз будет в первой четверти, и, в принципе, она, по идее, особенно мешать не должна. В том числе, там вот, например, 12-го числа она будет вообще заходить где-то до... Ещё совсем молодая будет, она будет заходить до 10 часов вечера. Ну, а этот поток лучше всего наблюдать, ну, равно как и фактически все метеорные потоки, где-то после полуночи примерно, когда уже хорошенько так стемнеет. Вот. И уже такое небо будет по-настоящему чёрное. Вот. Насколько это, конечно, летом возможно. Но сейчас уже вот в августе постепенно оно чернеет, конечно. И можно пытаться вот наблюдать. Ну, и другой разговор, конечно, что, естественно, мы говорим про то, что нету облачности, да. То есть, понятно, что если будет облачность, Луна это один аспект, она, по идее, особо не должна мешать. Хотя уже в 15-м она будет достаточно крупной и уже немножко может мешать. А вот 12-го, 13-го, ну, даже отчасти 14-го, в принципе, мешать особенно не должна. Но тут могут быть облачности. Если будет облака, то, понятное дело, что ничего не получится. И ничего увидеть, конечно, будет совершенно невозможно сквозь облака. Ну, и тут ещё, конечно, понятно, что всегда возникает вопрос, а почему вот посмотрим и ничего не видим, да. Вот. А всё потому, что, конечно, в условиях города большая идёт засветка. И вообще звёзды очень плохо у нас видны в Москве. Очень много всякой, как вы видите, такой вот горящих вывесок разных, фонарей. В домах везде, домов очень много, в том числе и высоток сейчас понастроили, к тому же. И, конечно, это очень сильно мешает наблюдениям. Поэтому, понятное дело, что речь, конечно, идёт, когда вот мы говорим там о 120-ти метеорах в час, да, или вы где-то можете услышать там 150. Да даже не то, что там, ладно, 150-100, хотя бы даже там 50, хотя бы даже там иногда и 20, и 30 метеоров, да. То речь, конечно, прежде всего идёт о сельской местности. То есть там, где нет фактически источников света, дополнительных, искусственных источников света. Вот. А в Москве, конечно, увидеть их бывает довольно непросто. Но если повезёт, то можно будет увидеть вот такие вот, видите, полосы. То есть они как бы так вот летят, сгорают в атмосфере, и при этом... Это метеоры, да, они в атмосфере сгорают, и при этом образуются вот такие вот следы. Как бы такие линии образуются, да, вот идущие фактически из одной точки. Это радианта метеорного потока Персида. А Персида, потому что находится в созвездии Персея. Ну вот, и вот они в разные стороны. Вот идут такие вот линии. Конечно, здесь ещё довольно красивые. Но, опять же, повторюсь, что это в основном для сельской местности. Ну или тем, кому повезло жить где-нибудь там в Москве, может, на границе Лосиного острова, например, там, да. Хотя там, конечно, тоже уже потихонечку понастраивают жилые дома. Но всё-таки, да, где-нибудь там около Измайловского парка. Ну вот таких местах, где ещё всё-таки есть, немножко в Москве ещё сохранились такие места, где невысокая застройка, и в целом такие вот достаточно хорошие условия. Темнота достаточно большая, что, конечно, очень важно. Ну, также в этом месяце будут серебристые облака. Ну вот, они примерно так вот выглядят. Вот такие вот так они, очень красивые, конечно, зрелища. Но в основном серебристые облака, они, конечно, бывают на севере нашей страны. Вот там вот русский север, да. Ну, в целом, Ленинградская вот область там, Архангельская. Ну, вот тут и есть как раз русский север. То есть, в основном они, конечно, максимально бывают там. Ну, в Москве, конечно, их не так часто видно, но бывают такие вот. Высветящиеся такие вот облака, в принципе, да, в общем-то, они бывают. Хотя не такие, может быть, красивые, как, допустим, в Носеве. Вот. Ну, возвращаемся к звездному небу. И здесь можно будет видеть, конечно, по-прежнему летний треугольник. То есть, три звезды в созвездии Лебедя, Лиры и Орла. Вот раз, два, три. Вот три звезды, которые вот таким вот образом образуют вот такой вот треугольник. Ну, поэтому и называется летним, что его хорошо видно. Ну, и, знаете, заодно можно будет посмотреть там рядом вот созвездие Дельфин, там вот еще посмотреть Лисичка, Стрела. Ну, эти такие малоизвестные созвездия. Но их почему-то хорошо сейчас, если попробовать найти ради интереса. Ну, опять же, в Москве, конечно, это очень сложно все делать. В Москве, конечно, вряд ли что там найдешь, потому что они так-то маленькие созвездия. Летний треугольник-то и то трудно найти, а уж тем более там окрестные созвездия. Ну, в принципе, если у кого-то сельское место, на даче, например, тот живет, да, ну, там можно попробовать. Ну, вот найти вот эти созвездия, потому что сейчас летний треугольник, он высоко, потом он будет постепенно опускаться и уже будет хуже видно. Потому что, как вы знаете, чем ниже горизонт у созвездия, тем, естественно, видимость его намного хуже. Потому что там уже идет, как бы такая дымка исходит, да, такая вот дрожание атмосферы. Ну, в общем, такие вот явления окологоризонтные. И там, конечно, наблюдать все значительно хуже. Вот, поэтому сейчас вот эти созвездия, это самое крайне. Ну, змееносец тоже, вот окрестные созвездия. То есть, ориентироваться по треугольнику, найти его и дальше уже смотреть вот окрестные созвездия. Особенно, кстати, те, которые находятся внизу. Ну, да, сейчас, конечно, многие, я вот еще помню, когда я еще маленьким был, переживали. Вот я помню, там, которые, ребята, с которыми мы общались, вот они переживали, что вот почему так получается, как бы, да, по закону подлости, что ли, да. Почему вот эти самые такие красивые южные созвездия, самые интересные, ну, типа Козерога, там, Стрелец, вот такие вот созвездия. Вот, они почему-то видны, вот, ну, наибольшие максимальные видны над горизонтом именно летом, когда сложнее всего их наблюдать. Почему вот не зимой? Ну, вот уж не знаю, какой там закон, но так получается, что вот действительно такие часто интересные созвездия, да, в том числе с яркими звездами, они действительно видны зимой. Ну, и Млечный путь тоже сейчас, кстати, тоже виден неплохо. И тоже можно посмотреть, но опять же имею в виду, что с поправкой на то, что сейчас все-таки лето тоже. Вот, что касается созвездий, то вот сейчас видны фактически все созвездия, кроме Венеры. Венера не видна пока, а остальные видны. Причем Меркурий только в конце месяца появится утром, а вот, значит, Марс, Юпитер и Сатурн, они видны. Причем Сатурн виден только утром, ну, вернее, ну, они практически все видны ночью, но, по сути дела, можно и ночью его смотреть. А вот Юпитер и Марс, они утром видны. Ну, то есть, по сути дела, где-то с полуночи до утра можно вот посмотреть и Марс, и Юпитер, и Сатурн. Но штука заключается в том, что они довольно слабые. Вот, они хотя и видны, но Марс плюс один, Сатурн плюс один, ну, для Сатурна это нормально. А вот для Марса, конечно, маловато плюс один. А Юпитер всего минус два. Ну, вы знаете, что Юпитер, он же бывает и минус четыре, и минус... почти до пяти доходит, да? То есть, вот так вот. У него яркость будет очень большая. А сейчас минус два. Для Юпитера это, в принципе, мало. Поэтому, на самом деле, хотя его, конечно, видно, он будет заметен, но не так ярко сиять, как, допустим, когда у него бывает максимальная такая вот яркость. Вот. И более того, 28 августа, то есть, в самом конце месяца, будет видно утром практически рядом шесть планет. Шесть планет. Но из этих шести планет, там будет, правда, Уран и Непун, которые невооруженным глазом не видны. Поэтому, по сути дела, можно будет увидеть рядышком четыре планеты. То есть, это Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн. Вот четыре планеты. То есть, они будут находиться, ну, в принципе, на достаточно незначительном друг от друга расстоянии. Вот. И вот таким вот образом, вот, 28 августа можно, грубо говоря, вот, убить сразу четыре зайца. То есть, сразу вот увидеть четыре, попытаться увидеть четыре планеты. Именно утром. Но если кто-то вот рано встает, и еще желательно, чтобы... Ну, нет, понятно, что есть, само собой, чтобы не было облачности. Это же, естественно, предсказать невозможно. Будет она там 28 августа утром или нет. Ну, и кто-то, если живет там вот, где небо довольно чистое и темное, то вот можно будет попытаться их найти. Ну, и вот, еще относительно, что касается Луны, хотел бы, у нас продолжение разговоров о Луне, которую мы веду в течение этого года. Хотелось бы отметить тоже, что если жизнь, можно ли жить на Луне, да, вот, все-таки такой вот вопрос многих волнует. И, опять же, некоторые пытаются все-таки втирать людям, да, ерунду всякую, да, что на Луне может быть жизнь. Какие-то, в принципе, там, попытки, скажем так, строительства каких-то городов и так далее. Но я должен вам сказать, что на Луне, конечно, жизнь никакой просто невозможна. Потому что там совершенно все не приспособлено для того, чтобы жить. И именно, так сказать, вот, землянам нам, да, с вами. Там же там вообще нет воды, вот, а все эти там, да, вот эти красивые названия, да, вот эти там разные, там, океаны, там, моря, которые, лунные моря, да, на самом деле вы прекрасно знаете, что это все пустыня, вот, то есть лунной пылью заполнена, на самом деле никакие не моря. Просто, когда люди смотрели, вот, Земли, а никогда еще не было исследований Луны, да, вот, а это же исследование начались только в 1060-е годы, то есть, по сути, грубо говоря, там, 60 лет назад всего-навсего. А до этого, когда люди смотрели, они видели темные пятна, вот, ну, которые, собственно говоря, и назвали моряне. И им казалось, вот, землянам, да, что вот эти темные пятна, они как раз указывают на то, что там есть вода на Луне. Вот, и поэтому они и назвали вот эти все, так сказать, разные там какие-то моря, и даже океан-бурь есть, даже океан есть. На самом деле, когда прилетели на Луну, никаких, никакой воды там не нашли. То есть, это совершенно безжизненные, безводные пространства. Кроме того, как вы знаете, там очень высокая и, наоборот, очень низкая температура. Ну, то есть, там, поскольку нет атмосферы, то там большие перепады между, вот, дневной и ночной температурой. И, естественно, что, вот, вы видели наверняка, да, что люди ходят только в скафандрах. Там просто нельзя ходить так, как мы ходим на земле, и никакая одежда, она просто не поможет. То есть, только скафандр, в котором создаются специальные условия, да, абсолютно. Но в скафандре же долго не проживешь, и поэтому понятно, что просто, а стоит выйти с скафандра, и все, на этом жизнь, собственно, закончится, да. Долго уже не протянешь. Ну, по сути, и дышать-то там нечем, поскольку нет атмосферы, то, соответственно, и нечем там дышать. Ну, и, представляете, то есть, единственный вздох, и он же будет и последним. Вот, все, дальше на этом жизнь закончится. Вот, ну, а поставлять скафандры, ну, вы представляете себе, вообще, сколько это, во что это все обойдется и так далее. Вот, кроме того, там прямые солнечные лучи, то есть, там, ну, просто можно получить, опять же, ожоги, если без скафандра. То есть, это ожоги солнечные и холодовые, то есть, ну, это вообще нереально совершенно сделать. Вот. Нас защищает атмосфера, там этого нет. Кроме того, там постоянно падают на поверхность метеориты. Да, вот, если, опять же, наша атмосфера земная на нас защищает от всех вот этих падений разных небесных тел, частиц, то на Луне там все, наоборот, в свободном падении. То есть, там ничего не защищает. И, представляете, да, то есть, даже в скафандре, по скафандру может попадать всякие камни, причем довольно большие, которые совершенно спокойно могут убить человека. Ну, которые делают как раз вот эти кратеры, да, они же не просто кратеры, от чего там на Луне появились-то. Вот, они как раз из-за этого. Ну, и те же моря, опять же, они же от чего там. Вот, во многом вот именно из-за падения разных небесных тел. То есть, просто есть такие маленькие тела, которые дырочки оставляют там, отверстие небольшое. А есть здоровенные большие, которые оставляют там целые прям такие большие впадины, да, большие. Поэтому, ну, представляете, то есть, это невозможно будет жить. Это вот как камни с неба, так как у нас вот говорят, как камни с неба. Ну, вот, а там камни с неба, только у нас это в образном виде говорят, да, а там камни с неба падают в прямом смысле этого слова. Поэтому, ну вот, Луна, она совершенно не приспособлена для жизни на Земле, жизни землян, да, вот на ее поверхности. Вот, и еще раз повторюсь, Луна, она создана только для красоты. То есть, на самом деле, именно для того, чтобы мы ей любовались. Не для того, чтобы ее там исследовать, а для того, чтобы прежде всего мы ей любовались. Это главная задача, для чего, собственно, была создана Луна. Вот, и, собственно, вот эти научные исследования, которые, в общем-то, были проведены, всякие там высадки людей на Луну и всякие там разные отправки луноходов и прочих там всяких там разных станций лунных, они как раз лишний, так сказать, вот именно лишний раз они продемонстрировали то, что жизнь на Луне невозможна. И, наверное, именно в этом как раз и была главная задача вот этих всех исследований Луны, которые, в общем-то, проводились особенно активно в 60-е, там, на части 70-е годы, вот, всякими разными аппаратами, что они показали, самое главное, что они показали, это то, что жизнь на Луне невозможна. То есть, это совершенно безжизненное тело. Она очень красивая именно, когда смотришь на нее с Земли, но при приближении к ней она совершенно теряет свои такие красивые качества и становится совершенно безжизненной пустыней, да, которая даже вообще такого цвета неприятного и ничего хорошего, ничего, так сказать, такого привлекательного на ней нет, если мы именно на этот спутник Земли приземляемся. Вот. И, кстати, обратите внимание, да, что вот сейчас интереса к Луне фактически уже нету, да, то есть вот именно в плане исследований. То есть вы обратили внимание, да, что в основном исследования, они про Луны проходили, как правило, вот именно в 60-е, 70-е годы, когда Луна была загадкой именно с точки зрения того, а что там на ней находится, а можно ли на ней жить. И когда, и поэтому туда посылались постоянные люди и всякая техника. А когда уже точно стало понятно, что, собственно, жизни-то там нет, и, в общем, по большому счету смотреть-то там нечего, то и интерес к ней, в общем-то, упал. В плане вот именно исследований, вот обратите внимание, что сейчас как бы, ну, Луна, ну, понятно, а что там в принципе, да, это безжизненное тело, которое освещается Солнцем, да, и поэтому смотреть на нее приятно, она красивая, но именно вот с эстетической точки зрения, когда смотришь Земли. А когда ты уже, так сказать, приходишь на саму Луну, да, и, ну, а что там, ну, ничего. И быстрее хочется уже обратно, ну, посмотрел там, погулял, походил, там, получил какие-то изображения с разных зондов там, да, с разных камер. Ну, и, в общем, все, на этом все закончилось, и дальше никакой перспективы не вырисовывается. Поэтому, когда там говорят по поводу, там, каких-то еще все-таки пытаясь реанимировать вот эту идею, да, что все-таки какая-то попытка отыскать жизнь на Луне, то это, конечно, ну, полное шарлатанство и... Или просто, ну, глупость какая-то, да, когда человек просто не понимает, что он говорит, а когда спрашиваешь, а как это вообще возможно и так далее, то в итоге просто, ну, какие-то разные... конструируются совершенно бредовые какие-то, так сказать, идеи, там, да, и разные какие-то конструкции, да, которые на самом деле как-то ничего общего с жизнью, в принципе, не имеют. Вот. Все, до новых встреч!